Для нашего фонда Одиссея, наверное, на сегодняшний день это самый главный проект, который мы делаем. Это будет совершенный прорыв, это будет что-то абсолютно новое, что даст нам возможность искать с малым количеством людей, то есть людей, которых всегда мне не хватает на поиске. Возможно, будет не хватать и в будущем, но при этом будет техническое решение, которое будет их заменять. Мы выбрали проблему, которая действительно вызывает большой отклик. И мы видим, какое огромное количество людей вовлечено в поиск людей, которые пытаются помогать другим искать. И понимаем, что вот в этой точке, наверное, было бы правильно приложить свои усилия все, которые у нас есть. Проект Одиссея – это масштабная исследовательская инициатива, в рамках которой мы собираем команды, которые в течение полутора лет будут работать над решением конкретного проблемы, которую мы сейчас озвучиваем. Это поиск и спасение людей, которые пропали в природной среде. Мы рассчитываем, что в рамках этой большой исследовательской инициативы появятся именно те самые технологии, которые позволят очень быстро искать пропавшего человека. Но мы понимаем, что это будет не единственный эффект, который может дать эту инициативу. Мы понимаем, что, во-первых, мы сможем сформировать сообщество людей, которые могут нетривиальным, но интересным способом решать социально значимые проблемы. Мы понимаем, что может быть большое количество интересных стилитных проектов, исследований, подходов, каких-то технологий, которые, возможно, не применимы для поиска людей, но могут быть потрясающе применимы в других индустриях, для решения других социальных задач. Конкурс, технологический конкурс, такой как Одиссея, он предназначен для того, чтобы соединить вместе компетентных и мотивированных людей для достижения результата. Но есть еще одна очень важная составляющая этого, это востребованность. Технологический конкурс, в том числе Одиссея, она помогает преодолеть барьер, который возник, потому что мы технологически как-то ищем людей примерно так же, как искали 100, 200, 1000 лет назад. И востребованность рынка, может быть, технологическое решение сейчас невысока, но мы хотим ее преодолеть. У нас представлены технологические команды с преимущественно следующими технологиями. Это рой дронов, это поисково-спасательные маяки, это системы распознавания образов с помощью всевозможных нейросетей и всевозможные БПЛА с сырьевой нагрузкой. Задача квалификационных испытаний – это обнаружить при помощи разработанного технологического решения человека в природной среде. Испытание проходит следующим образом. Каждое утро мы забрасываем статистов на участки и предоставляем командам ориентировки в виде вот таких вот фотографий. Они с момента старта должны обнаружить на участке площадью 4 квадратных километра статистов. Продолжение следует... Продолжение следует... У человека нет источника связи. Что важно, у него нет мобильного телефона или какого-то другого источника связи. И что очень важно, его надо найти, пока он еще жив. Были приложены самые разные классы технологий. 130 команд предлагали, начиная от робототехники и заканчивая решениями на основе больших данных. И в итоге сегодня мы видим 4 команды, которые за полтора года показали себя успешно на всех этапах и на всех полигонах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потратив столько времени и усилий на разработку технического решения, конечно, хочется победы. Но самое главное все-таки это для нас найти человека. Мы очень хотим всем доказать, что наше решение реально работает и может помочь спасателям находить потерявшихся людей. Это устройство способно работать в любое время суток. Опять же, оно может крепиться к любому носителю. Может быть, к маленькому дрону прикреплено, или к самолету, или к вертолету даже. Один с половизионный снимок покрывает квадрат 80 на 80 метров. Ну, одно из основных преимуществ, это то, что наша камера способна видеть действительно в любое время суток, даже в снег, в дождь. Также преимущество то, что в темное время суток или, может быть, под кронами деревьев есть возможность понять, это зверь или человек. Опять же, поскольку у нас использовался громкоговоритель, да, то преимущество нашего технологического решения еще заключается в том, что у нас есть предварительная возможность предварительного повещения человека, о том, что ведутся именно поиски, чтобы он собрался с силами и подавал какие-то знаки. Комплексное объединение решений разных команд позволит приблизиться к самой цели. На сегодняшний момент идеальной схемы технической нет, но есть определенные перспективы, как можно это использовать, приложив дополнительные усилия. Для нас важно не просто иметь техническое решение, а то решение, которое бы работало лучше, чем имеющиеся средства. Ну, эффективность, собственно говоря, вопрос номер один. Потому что только комплексное решение позволит создать работающий продукт. Вот в эту сторону надо двигаться. Утром в 5 часов лесовод, когда проезжал, вывозил лес, увидел их в последний раз. Они ушли, значит, еще вчера и пропали. У нас довольно распределенная система, и мы можем ее подстраивать под конкретные обстоятельства. То есть мы, в принципе, понимаем, что сейчас погода плохая, мы можем не запускать беспилотник, но зато в это время заняться стационарными маяками. Техника нам вполне позволяет добраться до недоступных мест и установить там нашу систему. У нас целый комплекс, состоящий, например, из маяков, которые мы поднимаем на аэростатах. То есть это для того, чтобы подняться выше леса и чтобы слышно было на большом расстоянии. Таких мы маяков устанавливаем 4. Кроме этого, у нас есть маяки поменьше. Это стационарные маяки, которые мы ставим по кругу вокруг шаров. Опять же, для того, чтобы человек мог его найти, нажать на тревожную кнопку, нам отправят сигнал. Кроме того, у каждого поисковика есть собственный персональный маяк с экстренной кнопкой, опять же, для отслеживания всей поисковой группы. Кроме того, летают беспилотники, на которых стоит, опять же, маяк, который пляет, где находятся все остальные маяки, ретранслирует это к нам на базу, ретранслирует каждому из поисковиков. То есть для того, чтобы любой человек в поиске мог видеть всю оперативную обстановку. А потерявшийся человек мог услышать маяк, подойти, нажать на кнопку и сказать, да, я здесь заберите. На создание этого технологического решения ушло 5 лет работы спасателем, 6 лет работы в лаборатории, много лет обучения всех тех, кто работает в лаборатории. То есть я могу сказать, что на создание этого технологического решения ушло не меньше жизни. Основная задача конкурса – это не так, чтобы сделать какую-то штуку, которая может использоваться только очень подготовленным специалистом, высочайшей квалификацией, по 3-5 лет обучения. Нет, основная задача конкурса – как раз таки выявить те технические решения, которые позволят применять участниками и вообще добровольцами, волонтерами и поисковиками эти технические решения без какой-то значительной подготовки, которая не потребует длительного специального обучения. Люди, когда теряются, то есть они не выбирают для этого погоду, время, место. Они теряются в любых условиях, в любую погоду, в любое время. И поисковики, которые занимаются их поиском, они должны быть в состоянии искать их при любых условиях, в том числе и при вот такой погоде. То есть, если мы говорим про испытания, для испытания это вообще самые отличные погодные условия, достаточно тяжелые, для того, чтобы по максимуму, в самой штурненной боевой обстановке, испытать решения всех команд. Мы чувствуем, что будет сложность. Сложные поиски, потому что туман, снег и температура около нуля – это самое идеальное для обледенения летательных аппаратов. Поэтому мы будем максимально использовать наземную часть нашего поискового комплекса. А между болот, озер есть как бы перемычки. Вот на таких перемычках мы будем ставить наши маяки. Они гудят по ветру и слышно два с половиной километра. Сбоку будет слышно метр восемьсот. Маяк он устроен очень просто. Там научиться его пользоваться может быть и ребенок. Там аккумулятор есть, имеется большой гудок от автомобиля КАМАЗ, скажем. И таймер, который через каждые пять минут выдаёт три гудка. Почему три гудка? Потому что это для того, чтобы человеку было удобнее сориентироваться. Субтитры подогнал «Симон» Знаете как? Это конкурс ради спасения жизни. И это его главная функция, собственно говоря. С чем выступали ребята из Якутии? Очевидно, что это уже сейчас рабочая технология, при помощи которой они находят людей. Это практикующая команда. Они не тратили время попусту. И была понятна их готовность к среде, понимание процессов. И лучшая тактика, простроенная на вот этот поисковый день. По остальным, наверное, это тоже технология, которую можно использовать. Настроение боевое искать будем до последнего. План у нас такой. Сейчас ребята выставляются на взлётном поле. Мы им помогаем, выгружаем их часть маяков. Дальше едем по намеченной уже схеме, которую мы заранее подготовили, посмотрели дороги, где можно проехать и расставиться пешие маяки. И будем всё это активировать. И параллельно будет ещё самолёт, который будет производить входы наблюдения и в дальнейшем анализом местности, выявлением там, где может находиться тот человек, которого мы ищем. За сегодня мы планируем где-то, наверное, маяков 100-150 бросить и какое-то количество расставить пешим способом на машине доехать. Всё будет зависеть от подходимости местности. У нас комплексное технологическое решение, которое есть в программном обеспечении, которое производит анализ местности. Загружаем туда карту необходимой пусковой территории. Компьютер анализирует местность на возможную, скажем так, тепловую карту нахождения человека. То есть там, где вероятнее всего, может находиться человек. И уже эта карта выдаёт нужные точки для размещения наших маяков. Мы наносили на двух потеряшек. Будем искать ходячего с помощью маяков, звуководства, цветовой сирены. Того, кто находится статично, будем искать с помощью фотосъёмки. Система сброса была доработана, совмещена с программой, разработанной ребятам, которая расставляет маяки, где надо разбросать на участке, где потерянный человек. Мы её совместили со своей программой, получали координаты от них и сразу же в файлик подгружали свою наземную станцию и получали полётное задание для самолёта. То есть для самолёта пришлось учить летать заново с таким грузом и с лобовым сопротивлением дополнительным. Ну и пришлось влезть в код программы наземной станции управления для того, чтобы совместить две программы, которые позволят уже более автономно выполнять данную задачу. Это штуковина, которая будет на самом деле спасать жизни. Она не для только там развлечения и не только как момент превосходства над какой-то другой командой, а это изделие, которое будет спасать человеческие жизни и, возможно, по всему миру. Это безумно актуально не только в России. Во многих странах мира это будет сверхактуальное устройство. Канада покрыта лесами целиком. Если мы посмотрим там на экватор во все стороны, у нас гигантский пояс лесов, которым непонятно, как искать пропавших людей.